Строительный час начали с обсуждения вынужденных корректировок в проектно-сметную документацию нового детского садика на улице Отрадной. Накануне Алексей Русских лично оценил динамику работ. Завершён монтаж второго этажа и бетонной подпорной стенки. Продолжаются работы по возведению наружных стен. По плану строительства должны были завершить к концу текущего года. Однако Росцен внёс свои коррективы. Средства предполагалось выделить в 2021 году из дополнительных доходов регионального бюджета. Но в связи с тем, что мы сегодня понимаем, что объект в текущем году ввести невозможно, поэтому мы просим рассмотреть вопрос о выделении этих средств уже ближе к 2022 году. Предложение уже одобрено и подкреплено необходимыми финансами. Алексей Русских поручил как можно быстрее сдать объект и снять социальную напряжённость в микрорайоне. Параллельно на улице Шигаево идёт строительство детского сада на 160 мест. Здесь проблем с финансированием нет. Однако при планировании объекта не учтены новые требования пожарной безопасности. Документация отправлена на проверку. Строительство планируют закончить в срок в сентябре 2022 года. В этом году запланировано проведение работы по устройству Клавана, своё новое поле, жёстку розыгрыша и частично приступить к организму здания. Помимо возведения социальных объектов, на совещании анонсировали новую цифровую платформу. Центр управления строительством позволяет оследить весь ход работы в режиме реального времени. Система представляет собой сайт, включающий в себя профильные разделы. Дети-сироты, аварийное жильё, контрактные работы. Отражается информация о количестве домов, расселяемой жилой площади, количестве граждан. То есть основные все показатели, какие площади, какой объём бюджетных осеннований по этой программе предусмотрен и, естественно, как идёт освоение бюджетных средств. Информация считывается на виртуальной карте в формате светофора. В красном отмечается отставание от плана более недели, в жёлтым – пару дней. А вот в зелёном – беспребойная работа. Сейчас идёт освоение данной платформы и обучение кадров, которые будут работать с системой.